Кино является спутником истории. Своими образами кино дополняет нашу память о войне. Оно возвращает нам имена и события. Истории подвигов и героев дополняет истории войны, отображает в себе дух того времени, становится примером мужества для будущих поколений. Всем привет, друзья! Сегодня будет обзор нескольких интересных фильмов, которые, я уверен, многие не видели, но которые стоит посмотреть. И в этом ролике будет рассказано немного подробнее об этих фильмах. В данной киноподборке мы расскажем о фильмах, которые раскрывают малоизвестные или полузабытые эпизоды истории Великой Отечественной войны, а также завпечатлевают героев и их подвиги, и их трагедии. Родины солдат 1975 года. Об известном ученом в фортификаторе, генерал-лейтенанте инженерных войск Дмитрия Михайловича Карбышева. Перед войной он руководил работами по укреплению Брестской крепости и подступах к Ленинграду. В 1940 году ему исполнилось 60 лет. Начало войны застало его в Белоруссии. После одного из боев, тяжело раненый, он попадает в плен. В плену ему не раз предлагали перейти на сторону врага, но раз за разом он отказывался. Его стойкостью и мужеством вдохновлялись его товарищи по несчастью не поддаваться на провокации врага, не терять человеческого достоинства. Мужественный генерал в ответ на одно из последних предложений о сотрудничестве сказал, «Мои убеждения не выпадают вместе с зубами от недостатков витаминов в лагерном рационе. Я солдат и остаюсь уверен своему долгу, а он запрещает мне работать на ту страну, которая находится в состоянии войны с моей родиной». Гитлеровцы очень рассчитывали на Карбышева, на его влияние и авторитет. Именно он, а не генерал Власов, по первоначальной задумке должен был возглавить русскую освободительную армию. Но все замыслы нацистов разбились об непреклонность Карбышева. После этого отказа гитлеровцы поставили на генерала крест, определив его как убежденного фанатичного большевика, использование которого на службе Рейху невозможно. Карбышева отправили в концлагерь в Лосенбюрг, где стали использовать на каторжных работах особой тяжести. Но и здесь генерал удивлял своих товарищей по несчастью неизгибаемой воле, силой духа и уверенности в конечной победе Красной Армии. Один из советских пленных потом вспоминал, как Карбышев умел поднять настроение даже в самые тяжелые минуты. Когда пленные трудились над изготовлением могильных плит, генерал заметил, вот эта работа доставляет мне истинное удовольствие, чем больше надмогильных плит требуют от нас немцы, тем лучше, значит идут дела у наших на фронте. Его переводили из лагеря в лагерь, условия становились все более жестокими, но сломить Карбышева не сумели. В каждом из лагерей, где оказывался генерал, он становился настоящим лидером духовного сопротивления врагов. Его стойкость придавала сил тем, кто оказывался рядом. Фронт катился на запад, советские войска вступали на территорию Германии. Исход войны стал очевиден даже убежденным нацистам. У гитлеровцев не осталось ничего, кроме ненависти и желания расправиться с теми, кто оказался сильнее их даже в оковах и за колючей проволокой. Майор Сидон де Сент-Клер оказался одним из нескольких десятков военнопленных, кому удалось выжить в страшную ночь на 18 февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен. Как только мы вступили на территорию лагеря, немцы загнали нас в душевую, велели раздеться и пустили на нас сверху струи ледяной воды. Это продолжалось долго, все посинели, многие падали на пол и тут же умирали, сердце не выдерживало. Потом нам велели надеть только нижнее белье и деревянные колодки. Генерал Карбышев стоял в группе русских товарищей недалеко от меня. Мы понимали, что доживаем последние часы. Через пару минут гестаповцы, стоявшие за нашими спинами с пожарными рукавами в руках, стали поливать нас потоками холодной воды. Кто пытался уклониться от струи, тех били дубинками по голове. Сотни людей падали с замерзшей или с размороженными черепами. Я видел, как упал их генерал Карбышев, рассказал канадский майор. Последние слова генерала были обращены к тем, кто разделил вместе с ним страшную участь. Бодрее товарищи, думайте о родине и мужество не покинет вас. С рассказа канадского майора начался сбор сведений о последних годах жизни генерала Карбышева, проведенных в немецком плену. Все собранные документы и свидетельства очевидцев говорили об исключительном мужестве и стойкости этого человека. 16 августа 1946 года за исключительную стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками в Великой Отечественной войне, генерал-лейтенанту Дмитрию Михайловичу Карбышеву было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1948 году на территории бывшего концлагеря Маутхаузен был открыт памятник генералу. Надпись на нем гласит «Дмитрию Карбышеву, ученому, воину, коммунисту». Жизнь и смерть его были подвигом во имя жизни. Сильный фильм о сильном человеке, о сильных людях, о чести, о достоинстве, о мужестве, о том, что есть в человеке внутренняя граница, переступив через которую обратно уже не вернешься, потому что сам про себя уже будешь знать, что ты подлец. В фильме очень верно выбрана тональность, как изобретательная, так и актерская, жестко, сухо, сжато, как и ситуация, в которой живет герой фильма. Это важная квинтэссенция человеческого существования, когда есть только ты и родина, не абстрактное понятие, а часть тебя, как ты сам, часть ее. Нет в фильме ни заигрывания со зрителям, ни крайности, ни приключения. Все было слишком жестко и страшно для подобных фокусов. Второй фильм «Ты не сирота». Киноповесть основана на реальных событиях, отраженных в романе узбекского писателя Рахмата Файзы. Патриоты героев картины «Ташкентский кузнец» Шахмед Шамахмудов и его жена Бахрия Крамова в годы Великой Отечественной войны усыновили и удочерили 14 детей разных национальностей, эвакуированных в Узбекистан из разных уголков СССР. Режиссер Абасов немало дней провел в семье прототипов своих героев, по купицам собирая ценную информацию. Создав атмосферу погружения, молодой режиссер сумел вовлечь в нее главных персонажей – юных актеров, к игре которых меньше всего подходит модное нынче слово «ограничение». Будучи местами наивными в подражании взрослых, их игра определенными моментами резко преображается, взрывается, погружается в ситуацию локального конфликта. Камера оператора Файзиева фиксирует его кульминацию, а затем плавно ускользает в лирику повседневного быта, где дети – наивные, простые и понятные существа. В такие моменты особняком стоит прекрасная игра юной Ларисы Лупьян, Дризы – позднее известной актрисы. Остальные ребята не уходят в тени и становятся героями личных ситуаций. Взрывной характер ленты задает сразу второй эпизод – игра в войнушку. В нее немногие играли тогда. Легко перейти условные границы, когда враг рвется к Волге. Лучше костяные ошички и фантики. На босоногая толпа опасно вживается в роль. Мальчик-обран, подражающий фрицу с автоматом. «Где партизанин? Айнс Вайн буду стрелять!» и реакция любопытной девочке. «Ой, он же сейчас убьет его!» Не убьет, разумеется, но и не минует катастрофы. Разворошится муравейник памяти, а с ними страдания и переживания целого народа. Как выяснится потом, Абасову этого эпизода показалось мало, и он вернет мотивы Холокоста в самой концовке фильма. Вернет и закольцует предельно откровенно, не побоясь оставить конфликт в тлеющем состоянии. Вдумайтесь, каково это в то время оставить на откуп зрителю тему столь щекотливую и фактически запретную. Подобная смелость высветила и преимущество детского киноязыка, позволяющего сказать проще и мягче, но ухватить при этом что-то действительно важное. Третий фильм. «Маубитская тетрадь» 1968 года. Фильм о татарском поэте Мусе Джалиле. Во время любанской наступательной операции Великой Отечественной войны, Джалиль получает ранение и попадает в плен к немцам. В немецком концлагере он пытается организовать подпольную антифашистскую организацию, но в результате предательства со стороны недругов снова попадает за стенки. Но в этот раз в берлинскую тюрьму Муабит его приговаривают к смертной казни. В ожидании исполнения приговора Муса Джалиль пишет стихи, наполненные духом патриотизма и отваги. Муабитская тетрадь – это блокнот, в который он украдкой от тюремных надзирателей записывал свои стихи. В этом фильме передана вся боль заключенных в весь тот ужас концлагерей и ожидания смерти. Надо признать, фильм поставлен отлично, хотя артист, играющий Джалиля, намного старше своего героя, но он сыграл верно. Артист, игравший Абдуллу Алиша, вообще переиграл главного героя. Он больше запоминается, выразителен. Замечательно подобрана музыка, она трогает до слез. Немного излишним, вернее, банальным штамповским кажется вставка воспоминаний Джалиля о Сабантуи, ну в общем и это хорошо. Однако, события показаны в фильме не совсем верно, и если режиссера и сценариста можно оправдать в том, что они сделали руководителем Джалиля вместо Курмашева, как предписывала тогда официальная советская пропаганда, то показ гибели поэта в Муабите, а не в плитцезе, как было на самом деле, все-таки не оправдан никак. Понятно, что получилось красиво, мол, писал стихи в Муабите и там же был казнен. Джалиль был казнен с десятью участниками татарского подполя, почти все они упоминаются в фильме, но упоминаются мельком, как ничего не стоящие статисты. Между тем, это были очень яркие личности, не оцененные в полной мере ни советской властью, ни российской, ни татарским народом. Грустная и страшная страница истории подана все-таки поверхностно, агитационно, а когда называешь реальные имена, нужно ответственнее подходить к работе, ибо это чья-то жизнь, чья-то боль. Но все же, этот фильм рассказывает нам о горе, которые не смогли сломить ни тяготы плена, ни красивые сказки агитаторов из легиона СС и Дель Урал. Не часто в советском кино увидишь такое. Напротив, он создал подпольную группу в лагере и агитировал против врага, и он остался верен своей родине до самой смерти. Тема войны в фильмах прибалтийских киностудий не замалчивалась в годы СССР, и было снято немало картин на эту тему. Фронт в отчем доме и капли росы на рассвете, темные окна, город под липами, отряд, воскресный день в аду, факт, возвращайся с победой, постарайся остаться в живых и другие. Но самым известным для многих стал сериал «Долгая дорога в дюнах». В большинстве этих фильмов рассказывается о том, как война расколола семьи, как один брат был за Рейх, а другой за СССР. Это прослеживается и в современном кино, свежий тому пример эстонский фильм «1944», где повествование идет сперва от лица эстонцев в отрядах СС, а затем от лица эстонских красноармейцев. При всех при этом многие фильмы показывают собирательные образы и не всегда рассказывают о конкретных людях и событиях. Но здесь мы поговорим о фильмах, которые рассказывают о конкретных эпизодах войны и о подвигах. «Люди в солдатских шинелях» – эстонский художественный фильм 1968 года. В фильме повествуется о боевом пути бойцов 3-го отделения 1-го взвода 7-й роты 8-го эстонского стрелкового корпуса во время Второй мировой войны. Действие фильма происходит в период от Великолужской операции ноября 42-го по январь 43-го года. До боя утеху Марди 8-го октября 44-го года, явившегося завершением первого этапа монзунской десантной операции. «Город под липами» – 1971 год. Художественный фильм об одном из эпизодов Великой Отечественной войны. Снят на рижской киностудии режиссером Алоэнзо Бренча. Посвящен героической защите латвийского города Лейпая от фашистских захватчиков. Войны советской армии, моряки, балтийцы и рабочие отряды в ожесточенных сражениях 8 суток защищали здесь священные рубежи Родины. Раннее утро. Поднят по тревоге советский военный гарнизон. Солдаты и офицеры думают, что это обычное учение. Пройдет еще минута, и они разглядят на крыльях самолетов, устремившиеся к городу, фашистскую свастику. Так войдет и в их жизнь 22 июня 1941 года – начало Великой Отечественной войны. По сюжету, в первые дни войны из окруженной фашистами Лейпая после предпринятой попытки обороны города с боями выходят части Красной Армии, флотские экипажи и рабочие отряды из местных жителей, что встали на защиту своего города. Также здесь и рассказывается о расколе внутри семьи. У доктора Болодиса два сына – Янис и Артур. Один руководит отрядом рабочей дружины, а второй помогает немецким войскам. А также и личные драмы героев. Командир роты Борис Попов женится накануне войны. Его жена – военный медик. Погибает при отступлении в перестрелке с немецкими отрядами. Факт. Другое название. Группа Крови 0. 1980 года. Советский художественный фильм расследования. Опыт воссоздания художественными средствами одного эпизода из истории немецкой оккупации Литвы в период Великой Отечественной войны. 3 июня 1944 года немецкими карателями была уничтожена литовская деревня Перчупяй. Одна из многих, за которую немецкие каратели держали ответ на Нюрнбергском процессе. В ней было сожжено 119 человек, включая женщин, стариков и детей. После войны советскими властями было проведено расследование по этому факту военных преступлений немецких оккупантов и их местных пособников – литовских нацистов. В фильме на базе документов подробно воссоздается предыстория уничтожения деревни, убийства лесничего, решение об уничтожении деревни, принятой оккупационными властями во главе с полковником Тителем, убийства молодым крестьянином Винцасом, немецкого офицера, литовца, шак-ниса и другое. Главные герои картины – деревня и ее жители. Утром 3 июня 1944 года на шоссейной дороге из Вильнюса в Эшискес, в двух-трех километрах южнее Перчуписа, партизанами была обстреляна проезжающая колонна штабных автомашин вермахта. Были убиты пять гитлеровцев и столько же взяты в плен. В 11 часов в село Перчупис вошла колонна из двух десятков автомашин и трех танков, везших более 400 гитлеровцев. Деревня была взята в окружение. Они врывались в каждый дом, сарай, заглядывали в подвалы, чердаки и всех, кто был обнаружен – мужчин, женщин, стариков и детей – выгнали на улицу и, толкая в спину прикладами, собрали их и окружили в кучу. Не обращая внимания на плач детей и рыдающих женщин, они вытаскивали из домов все, что представляло какую-либо ценность – продукты, питание, одежду, мебель, скот и птицу. Все грузилось на автомашины. Жители деревни были обречены на голодную смерть, но этого им показалось мало. Они отделили мужчин, втолкнули их в дом, закрыли ставни окон, заперли двери и подожгли его. На отчаянные крики несчастных матерей, жен и детей, на глазах которых заживо сгорали их сыновья, мужья, отцы и братья, гитлеровцы не обращали внимания. Тех, кто пытался выбраться из плающего дома, они расстреливали. Расстреливали и тех, кто в отчаянии рвался к пожарищу. Затем отделили другую группу жителей и загнали их в сарай, в следующую избу и всех живьем сожгли. Кровавая экзекуция длилась более трех часов. Когда умолк последний крик сгоревшего ребенка, палачи забросали догорающее строение ручными гранатами. Затем они подожгли остальные строения, загрузились в автомашины и уехали, оставив на этой лесной поляне руины, пепел и обугленные тела 119 жертв. В фильме эти события показываются глазами нескольких выживших жителей и нацистских солдат. Хочется отметить, насколько хорошо воссоздана атмосфера деревни, быт того времени, люди с их надеждами и верой в будущее. Самое страшное для меня во время просмотра этой картины было именно неприятие того, что солдаты могут убивать беззащитных людей, женщин, детей, стариков. До последнего момента хочется верить в их спасение, ведь у нацистов что-то должно остаться человеческое. Они не могут это совершить. Остановиться у черты. После просмотра у меня перед глазами все появляется и появляется этот кадр, с которого началась эта расправа. Отец несет на плечах двухлетнюю дочку. Рядом беременная жена. Они идут к офицеру, надеясь встретить понимание. Через несколько секунд отец падает от выстрела в грудь, пытаясь удержать на плечах дочку. Солдаты переходят ту черту, убивают в себе все то, что у них осталось от человека. Спустя 10 с небольшим лет после окончания войны, на месте трагедии литовским скульптором будет создан мемориал, состоящий из гранитной статуи «Мать». И отдельно стоящий, украшенный рельефом гранитной стены с высеченными именами погибших. Вот такой у нас сегодня был обзор фильмов. Это первая часть. Если вам понравилось, то ставьте лайки и мы продолжим, и я сделаю вторую часть. Ну а с вами был как всегда Дмитрий и канал «Чтобы помнили». Всем пока!